Пандемия не всегда повод менять планы. Капитальный ремонт четырехэтажного лечебного корпуса Щелковской областной больницы на улице Краснознаменской, известной в народе как Красная больница, был предусмотрен госпрограммой здравоохранения Подмосковья и начался летом этого года. Сейчас работы уже выполнены более чем на 50%. На важном соцобъекте провел рабочее совещание глава городского округа Андрей Булгаков. В нем приняли участие директор больницы Дмитрий Логинов, главный инженер Максим Борчевский, представители генподрядной и подрядных организаций. Работы сейчас идут на первом, втором и четвертом этажах. Третий этаж и кровля были отремонтированы чуть раньше. Во внутренних помещениях меняются все инженерные сети, устанавливаются новые лифты, где необходимо делается перепланировка. Снаружи все здание обшивается утеплителем, монтируется так называемый вентилируемый фасад. До ремонта в лечебном корпусе 1987 года постройки функционировали отделения неврологии, кардиологии и педиатрии. После добавится общая терапия. На новый уровень выйдет диагностика. Одно из помещений первого этажа готовится под установку компьютерного томографа. Ремонт позволит полностью соблюсти все стандарты профильной медицинской помощи. Первый этаж будет полностью переделан под стандарт приемного отделения с реанимацией клиникой диагностической лаборатории. Таким образом, всем больным, которые сюда попадают в отличие от прошлого времени, мы сможем за 4 часа, так как это предусмотрено по стандартам, а мы пытаемся делать это на самом деле быстрее, провести все необходимые обследования и назначить соответствующую терапию лечения, установить диагноз. В том числе и при помощи томографических обследований. Сейчас на объекте работают 34 человека. Глава потребовал увеличить количество рабочих. В терапевтическом корпусе Щелковской областной больницы на улице Краснознаменской сегодня ни врачей, ни пациентов. На период капитального ремонта экстренная медпомощь приведена в другие подразделения нашей больницы. Плановая помощь также оказывается, в том числе в медучреждениях соседних муниципалитетов. Нагрузка на другие больницы, конечно, возросла, но подобные неудобства продлятся недолго. Подрядчики обещают завершить общестроительные работы в лечебном корпусе до конца этого года. И медики сразу будут готовы вернуться к работе в обновленных условиях. Ну а риски у нас в каком-то есть из направлений не успеет. Пока на сегодняшний день таких рисков нет по тем работам, которые законтрактованы. Госпрограмма также предусматривает продолжение ремонта больничных зданий и в следующем году. Самым старым из них больше 100 лет. Директор Щелковской областной больницы Дмитрий Логинов заверил, что контроль за ходом ремонта ведется и со стороны Минздрава, и со стороны больницы. Полное взаимопонимание с муниципальными властями. Они прекрасно видят и ход работы, необходимое взаимодействие с подрядчиками, с Министерством здравоохранения, с дирекцией единого заказчика. Сами на них выходят. Очень нам помогают в этом вопросе, о чем мы можем убедиться сегодняшним визитом главы, который проверил ход этих работ. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.